Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. В Самаре присвоили статус «Город трудовой доблести». Такое решение принял президент России Владимир Путин. 100% протоколов после голосования обработал избирком. Какой выбор сделали жители региона? В Самаре полным ходом готовится к отопительному сезону. В городских котельных заменят 11 котлов. Служить отправятся не все 9 призывников Самарской области, оказались больны коронавирусом. На встречу ветру виртуальная выставка картин под таким названием откроется на сайте кинотеатра художественной. Владимир Путин подтвердил решение присвоить Самаре почетное звание «Город трудовой доблести». Документ будет подписан в ближайшее время. В ходе заседания Российского организационного комитета «Победа» президент поддержал инициативу о присвоении 20 городам России статуса «Город трудовой доблести». В их число вошла и Самара. Напомню, еще в декабре прошлого года президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о присуждении почетного звания городам, которые именно благодаря труженикам тыла внесли значительный вклад в победу над фашизмом. Самара в числе первых откликнулась на эту инициативу. С идеей присвоить городу почетное звание выступил губернатор Дмитрий Азаров. Его поддержала глава Самары Елена Лапушкина и общественники. В годы Великой Отечественной войны Куйбышев не только являлся запасной столицей, он превратился в единый конвейер для производства авиационной техники и оружия. Все необходимые документы подпишу в самое ближайшее время. А сейчас от всей души поздравляю и перечислю эти города. Жители Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска и Самары, Перми, Нижнего Тагила, Саратова, Омска, Казани, Новосибирска, Ярославля, Магнитогорска, Ижевска, Уфы, Томска, Ульяновска и Иваново, Новокузнецка, Иркутска и Боровичей. Только что тоже о них было сказано. Я хочу пожелать всем вам здоровья, всем жителям этих городов новых трудовых свершений. Губернатор Самарской области поздравил жителей региона с этим историческим событием. Цитата. Дорогие земляки, от всей души поздравляю с присвоением столицы региона высокого звания. Город трудовой доблести. Благодарю президента страны за это решение. Спасибо всем, кто принял участие в сборе подписей. К поздравлениям губернатора присоединились и общественники. Город, где была вторая столица нашей страны, я абсолютно уверен, что он должен быть в списке городов трудовой доблести, без всякого сомнения. У нас на всех будет это накладываться, очень серьезная ответственность. Студент должен хорошо учиться, рабочий должен хорошо работать. Ответственность перед всего общества, перед самими собой и перед российским обществом, перед своими детьми, перед внуками и перед старшим поколением, которого уже нет. Мы должны чтить эту память очень высоко. Я считаю заслуженным. Потому что в войну весь народ, весь народ, в деревне хлеб выращивали, на заводах машины делали, моторостроители моторы делали, наши самолеты делали, другие заводы, другие продукции делали. Для фронта нужно было очень много. Дружинники тыла, участники Великой Отечественной войны благодарны за доверие и за присвоение почетного звания, звания, давая доблесть города Куйбышева. Мы будем носить это звание с гордостью, так как мы действительно это звание заслужили. Мы вложили большой вклад во время Великой Отечественной в победу. В Самаре это знаковое событие отметили флешмобом. Группа неравнодушных волонтеров собралась на склоне площади Славы. Весь вечер там работали наши корреспонденты. Подробный материал об этом вы увидите в следующих выпусках новостей. Более 80% избирателей в Самарской области поддержали изменения в Конституцию. Почти 19% высказались против. Избирком Самарской области подвел итоги голосования. Всего свой гражданский долг выполнили почти 66% граждан, или 1 590 293 человека. Больше всего проголосовавших в Форостянском и Приволжском районах Самарской области. С показателем выше 98%. В Самаре явка составила 64,8%. Активнее всего голосовали в Куйбышевском районе. В Тольятти явка составила почти 51%. Больше всего проголосовавших в Комсомольском районе. В целом городское население региона по традиции оказалось менее активным, чем сельское. 75% против 91% сообщили в областной избирательной комиссии. Критической массы обращений, которые могли бы повлиять на итоги результата выборов, их на территории области нет. И это действительно отрадно, и это действительно так. Я могу подтвердить даже на цифрах. В Самаре полным ходом готовится к отопительному сезону. Объектам теплоснабжения уделяется повышенное внимание. За качеством и темпами работ ведется непрерывный контроль. Подготовка к зиме продолжается и на котельных. В этом году заменят 11 котлов. 7 уже закупили и установили. Мэри Елчан расскажет подробнее. Оборудование в котельной на улице Среднесадовой 34А до этого сезона не меняли 15 лет. Между тем, отсюда тепло поступает в 13 многоквартирных жилых домов и школу. Но теперь на замену старым котлам пришли 4 новых. Сюда же в прошлом месяце завезли теплообменники, насосы и газоходы. Новые котлы, как и новое оборудование, оно всегда лучше, чем старое. Вот здесь уже установлены более современные горелки. Более безопасное оборудование будет стоять. Поэтому это в любом случае улучшит качество подаваемой услуги. Еще три котла установили в поселке Управленческий и на улице Каменогорской. Всего должны заменить 11 котлов, 6 котельных. Кроме того, муниципальное предприятие и инженерная служба обновит свыше 3 километров теплотрассы. В целом по городу в этом году в Самаре планируют переложить свыше 21 километра теплотрасс. Это больше, чем в прошлом году. Дополнительные объемы, а это 10,5 километров, появились в результате отнесения Самары к единому ценовому поясу теплоснабжения. Ресурсоснабжающие организации будут вкладывать дополнительные средства в ремонт и перевооружение городских теплосетей, что положительно отразится прежде всего на надежности теплоснабжения потребителей. В июне к 15 первоначально запланированным к ремонту объектам добавились еще 7. Работа на них планируется начать к середине июля. На остальных трассах они продолжаются. Уже завтра на трех участках начнется переврезка водопровода. В связи с этим подача горячей воды будет приостановлена. Временная мера затронет порядка 250 домов в части Кировского, Советского и Октябрьского районов. А сами теплоэнергетические объекты ремонта расположены на Печорской, физкультурной от Кировода металлистов, а также на Блюхера. Везде эти три объекта, где будут переврезки произведены, они произойдут не более 20 часов, чтобы потом установить горячую воду. Чтобы продолжать перекладки, нужно сделать переврезку, чтобы по временной схеме дать горячую воду. По поручению городских властей, работы теплоэнергетики будут производить непрерывно после вскрытия теплотрасс. Закончить подготовку к отопительному сезону планируют до 15 сентября. Мэри Елчан, Сергей Баскин, События. Самарские кафе и кондитерские постепенно возвращаются к привычному режиму работы. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, многим из них пришлось организовать бесконтактную доставку и торговлю продукцией на вынос. Однако это не мешает владельцам заниматься благоустройством своих территорий. Поскольку от внешнего облика зависит не только имидж, но и доход заведения. Предприниматели поддерживают городские власти. Положительный опыт работы изучил Олег Зверев. Рабочий день Александра Батанова начинается с клумбы. Каждое утро он поливает цветы возле своей кондитерской. Поскольку уверен, что имидж многое значит для бизнеса. За счет доходов заведения Александр с супругой Еленой занимаются благоустройством участка. Уже привели в порядок фасад, обустроили дорожки, рассадили цветы. Очень важно, когда человек только в первый раз приходит, он смотрит на нас. Нет второго шанса произвести первые впечатления. Когда человек видит, что все красиво, ухожено, вокруг цветочки, вокруг уют, сразу хочется зайти, посмотреть, попробовать и остаться здесь с нами. Сейчас эта кондитерская в Октябрьском районе Самары работает только на заказ. Но этого достаточно, чтобы полностью загрузить мощности по изготовлению тортов и пирожных. Представительный вид заведения – это еще и доверие к качеству продукции. Трудно себе представить успешный бизнес, если вокруг мусор или болото. Да и глаз радует, когда улица от одного крыльца к другому содержится в порядке. Бизнесменов, которые понимают это, сегодня становится все больше. Тем более, что власти помогают предпринимателям, которые заботятся о внешнем облике города. У нас есть определенные городские программы и районные муниципальные программы, которые мы реализуем. Мы закупаем и поставляем чернозем жителям, обустраиваем дворы. Соответственно, определенные объемы чернозема и каких-то других стройматериалов у нас есть. Большая часть бизнеса, безусловно, заботится о своей территории, потому что они дорожат мнением своих клиентов. Они хотят, чтобы внешний вид их заведения выглядел достойно. Соответственно, они прикладывают к этому усилию. Сегодня в Самаре общий тренд привел в порядок себя, приведив в порядок свою территорию. Ведь то, каким будет город, в конечном итоге зависит от его жителей. Если каждый станет следовать положительному примеру, то и улицы будут выглядеть красиво. А вложение в благоустройство окупится тем, что хорошая дорога приведет в кафе больше покупателей. Олег Зверев, Максим Гусев, События. У призывников обнаружили коронавирус. Об этом сообщил военный комиссар Самарской области Александр Даньшин. Призывные комиссии в регионе начали работать 12 мая. Всех будущих военнослужащих в обязательном порядке проверяют на COVID-19. В итоге, по результатам обследования, коронавирус выявили у семи призывников в Новокуйбышевске, у одного в Чапаевске и у одного в Советском районе Самары. По итогам призывной кампании служить отправится 2994 человека. Это более 100% от планового задания. Сейчас на сборные пункты приехали 1915 человек. Из них 1374 человека направлены в войска. За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 73 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных в регионе с начала пандемии составляет 4973 человека. При этом выздоровели и уже выписаны из больниц 2834 человека. Летальных исходов 56. Ситуация с COVID-19 никак не отразилась на работе онкологического диспансера. Медицинское учреждение даже увеличило количество принимаемых пациентов. Больше проводится и операций. Но на входе в диспансер строго соблюдаются все меры безопасности. Подробнее о работе медицинского учреждения в нашем сюжете. Самый большой объем работы в этот период лег на плечи врачей приемного покоя. На входе в диспансер проводится обработка рук. Повсюду размещены санитайзеры. Всем пациентам бесконтактно измеряют температуру. А если они планируют лечь на операцию, их отправляют к терапевту для более подробного осмотра. В случае, если температура тела повышена, пациента изолируют. Да, усилены требования по соблюдению противоэпидемических мероприятий. Жестко разграничены потоки пациентов, поступающих на стационарное лечение, пациентов, проходящих амбулаторное лечение. Проводится ряд мер, которые ограничивают поток пациентов через центральный вход с соблюдением бесконтактной термометрии. Такие строгие меры на режим работы врачей не повлияли. В особых условиях медики смогли оказать даже больше помощи. К примеру, в мае прошлого года самарский онкологический диспансер принял 2607 пациентов, а в этом году почти на 1000 человек больше. В прошлом мае провели 991 операцию, а в этом помощь хирургов получил 1101 пациент. Врачи говорят, визит в диспансер откладывать не надо. Исключение составляют случаи, когда пациент находится на постоянном контроле. Если в этом есть необходимость, особенно речь, когда идет о первичных онкологических больных, требующих неотложной помощи, визит откладывать не надо. Сейчас областной онкологический диспансер принимает около 15-20 человек в день. Из них порядка 10 нуждаются в госпитализации. Лариса Шлафаст, Виктория Шаре, События. А теперь коротко о других темах дня. Стали известны первые результаты применения авифавира в лечении коронавируса. Самарская область одной из первых получила это лекарство. В областной больнице Середавина авифавир используют как в монотерапии, так и в комбинированной. Динамика выздоровления выражается по-разному и зависит от исходной степени поражения легких, рассказал главный врач Армен Бинян. А в Тольяттинской городской больнице номер 5 препарат назначается только с согласия пациента. По словам главврача Николая Ренца, ситуация складывается неплохо, но выводы пока делать рано. В Самаре из-за коронавирусной инфекции в детских лагерях сократили число мест. Напомним, уже с 15 июля стартуют смены в оздоровительных центрах. Комиссия сейчас ведет приемку лагерей. Она уже побывала в Юности, Арго и в лагере Заря. Как выяснилось, там необходимо привести в порядок деревянные домики для персонала. Кроме того, в Заре требуется новое здание для столовой. В Самаре появится музей Козы. На его создание выделены субсидии из областного бюджета 487 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Дмитрий Азаров. Напомним, проект музея был представлен в феврале. Помимо музея Козы, субсидии получат еще 9 проектов в области культуры. Среди них, например, издание книги об архитекторе Александре Щербачеве, проведение форума «Род Аксаковых. Гордость Отечества» и создание документального фильма «Большой театр в запасной столице». С 1 июля начала работу речная переправа по маршруту Самара-Зольная. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие. Ежедневно из столицы региона будет отправляться два рейса – 8.30 и 18.30. Из Севозольная рейсы назначены на 5.00 и 14.00. Необычный и современный. Именно такой скейт-парк появится в Самаре в одном из торговых центров. Он будет состоять из двух зон. Одна – в форме полусферы для профессионала, вторая – в упрощенном виде для новичков. Открыть скейт-парк планируется в середине августа. Четвероногие полицейские в этом году помогли раскрыть более 2000 преступлений. Служебных собак готовят для оперативной работы в Самарском кинологическом центре. Мария Левина увидела процесс тренировок и узнала, каким образом таксы участвуют в поиске вещественных доказательств, а овчарки задерживают преступников. Шестилетний пёс Ерзон помог раскрыть полицейским уже сотни дел. Это ищейка с острым обонянием. Кинолог Елена Фисенко работает с ним в тандеме уже два года и отмечает, что это идеальный пёс. Общий язык они нашли сразу. Это не только компаньон, он как сын, скажем так, для меня. Вот. Ухаживаю, стараюсь. Это в первую очередь собака, когда обучаем при задержании, в первую очередь собака должна слышать кинолога. Вот. Если этот контакт достигнут, и при задержании собака слышит кинолога, и им управляется, то это не страшно. Ежедневно Елена и её четвероногий напарник выезжают на места преступления не менее пяти раз. При этом есть важный момент. Собака может помочь только в течение часа после происшествия. Она по горячим следам ищет нарушителя. Если находит, задерживает. Процесс задержания регулярно отрабатывают на тренировочной площадке. Пёс должен догнать и обезвредить предполагаемого нарушителя, не причинив ему при этом вредам. После отработки задержания кинолог обязательно успокаивает собаку. Щенков для оперативной работы разводят прямо в кинологическом центре. Здесь есть свой детский садик, как ласково называют его сотрудники. Когда эти малыши немного подрастут, с ними проведут занятия и протестируют, чтобы определить, для какой службы годится собака – для охраны или разыскной работы. Затем у щенков начинаются специализированные тренировки. Сейчас будет у них вторая прививка по плану. И после второй прививки уже кинологи будут разбирать, кому необходимо. Смотря под какой профиль, то есть как собачка себя ведёт при разных проверках. Может быть, собачка будет по профилю спецзапаков. Собачки все разные. Кто-то в одну стезю пойдёт, кто-то в другую. Ищейки – самый распространённый тип среди служебных собак. Например, таксы чаще всего участвуют в экспертизах, которые проходят в лабораториях кинологического центра. С места происшествия к нам поступают вещественные доказательства. Но здесь как раз мы видим в данном случае пара перчаток. Для того, чтобы произвести исследование запахов следов человека, нам нужно снять с них запаховую пробу. Стерильная баночка. Сюда помещаются запахи. Вот это вот. Сверху идёт так называемый порник запахов следов человека. Выглядит он вот так. Внутри него находятся чистые фламелевые салфетки, на которых, собственно говоря, и будет собираться запах. Эти салфетки распределяют в сосуды. Такси дают понюхать ткань и предлагают найти вторую с аналогичным запахом. После того, как собака её находит, результат оформляют и отдают документы следователям. Мария Леевна, Николай Сидоров. События. В Самаре открылась виртуальная экспозиция художницы-любителя Дарьи Борисовой по проекту «Культурное сердце России». На выставке представлено 34 картины. Основная тема – море. Подробнее Елена Малютина. В этой картине автор применила все эти тонкости, хитрости, секреты, которым профессиональный художник научил её, как правильно писать море. Вот эти водные массы, чтобы была прозрачная волна. И вот родилась такая чудесная картина. Экспозицию «Навстречу ветру» готовили около года. Но из-за пандемии коронавируса пришлось её показать в виртуальном формате. На сайте и в соцсетях Агентства социокультурных технологий представлено 34 работы. Автор картин – художник-любитель Дарья Борисова по профессии стоматолог. Рисованием увлекается с детства. С возрастом любовь к творчеству только окрепла. Её работа отличается яркими красками. Особенность цветовосприятия художницы. Художница очень смело чувствует цвет, она очень смело пользуется своим особым своим цветоощущением, цветовосприятием. Она не старается как-то приблизиться к натуре, она выражает своё ощущение, своё видение. Чаще всего на полотнах художницы встречается морская стихия. Но есть картины и на другую тематику. Например, работа «Страсть». В ней Дарья Борисова отобразила маки как символ страсти. Они красиво расцветают, но если за ними не ухаживать, быстро вянут. Представленные картины написаны маслом и акварелью. Все работы художницы можно увидеть на сайте и в соцсетях Агентства социокультурных технологий. Елена Малютина, Сергей Баскин. События. Сегодня стартовал 47-й интерактивный международный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, посвященной 75-летию Великой Победы. Следить за трансляциями можно в интернете. Из-за эпидемиологической ситуации на фестивальной поляне не будет никаких мероприятий. Кроме того, организаторы не подготавливали фестивальную поляну к посещению туристами. Там не проводилась обработка от клещей и грызунов. Новый формат 2020 года для Грушинского расширил границы. Уже вдвое больше бардов, чем в прошлом году. География участников в этом году в очередной раз подтвердила международный уровень фестиваля. Так, и в этом году есть заявки из Нью-Йорка и Израиля. Лауреатов определяют 4 июля. Одного победителя выберут в народном голосовании. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 24 миллиона. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Все вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова